Профилактика на всех уровнях. В рамках борьбы с зависимым потреблением на территории округа работа ведется не только с подрастающим поколением, но и со взрослым населением. На особом контроле антинаркотической комиссии Новоуральска работа в этом направлении на потенциально опасных объектах. Каких именно, узнаете в материале Валерии Коневой. Залог крепкого здоровья новоуральцев не только в занятиях спортом и профилактике заболеваний, но и в отказе от вредных привычек. Особенно тщательно за образом жизни сотрудников следят в организациях, обеспечивающих функционирование города. Это коммунальные службы РИР, водоканал, водогрейная котельная, а также на Уральском электрохимическом комбинате. Там, кстати, всю работу по профилактике алкоголизма и употреблению наркотиков можно разделить на три основных блока. Наиболее показательным оказался контроль. В здравпунктах перед началом смены более 650 человек проходят осмотры. В скором времени на одном из здравпунктов появятся четыре комплекса электронной системы медицинских осмотров, что ускорит процесс и даже поможет в выявлении заболеваний. Также атомщиков активно привлекают к здоровому образу жизни массовыми мероприятиями, соревнованиями, в разных видах спорта и спартакиадами. Надо сказать, что предприятия все до единого докладывают о том, что за последние 3-4-5 лет однозначно ситуация улучшается. Допустим, АО УХК говорит о проведении полного комплекса мероприятий, начиная от выявления на проходной инструментального обследования, заканчивая пропагандой здорового образа жизни и участия во всех соревновательных историях, физкультурно-оздоровительных историях, просто походы выходного дня. Все привело к тому, что среди сотрудников УХК на 2023 год не выявлено ни одного, ну скажем так, нарушения проходного режима. Еще одно предприятие, находящееся на особым контроле, партнерское товарищество «Авангард». Это наши перевозчики, отвечающие за осуществление городских маршрутов, а следовательно за безопасность на дорогах Новоуральска. Два раза за смену проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры. Раз в году в рамках 20-часовой подготовки проходит учеба по оказанию первой медицинской помощи, в рамках которой рассматривается тема о пагубном влиянии алкоголя, табакокурения, употреблении наркотических средств и психотропных веществ на организм человека и последствия их употребления. При трудоустройстве кандидат на работу проходит медицинскую комиссию на профпригодность. То есть не просто приносят медицинские справки, которые выдаются, а, как вы знаете, приходит расширенный медицинский осмотр, выдается паспорт безопасности. Также при трудоустройстве кандидат на работу проверяется в правоохранительных органах. В этой борьбе с зависимым поведением организации Новоуральска не остаются один на один с решением вопроса. Как правило, информационная работа ведется во взаимодействии со средствами массовой информации, как печатными, так и аудиовизуальными. Очень много работы ведется. Газета буквально там, не его, на каждом номере, можно сказать, что занимается этим вопросом, начиная там от спорта. Помните последние цифры, которые нам огласили? Такой шквал был интересным, после чего мы, в принципе, разработали уже и концепцию по снижению данной проблематики в Новоуральском городском округе. Сейчас мы ее выполняем. Культура, спорт, значит, молодежная политика, образование – все серьезно работают в этом направлении. Они обмениваются со СМИ информацией, прямые эфиры, значит, какие-то репортажи, интервью. Отрабатывают также на уровне субъектовой информации, субъектовой комиссии антинаркотической, которая у нас также является нашим старшим братом, который мы в том числе выполняем поручение. Поэтому наши СМИ отрабатывают на должном уровне. Статистика показывает, что все усилия организаций округа, направленные на борьбу с зависимым поведением, ведут к улучшению обстановки. На предприятиях не выявлены случаи, когда сотрудники приходят в состоянии опьянения. Вместо этого они с каждым разом все активнее участвуют в мероприятиях, которые предлагают на местах работы. Валерия Акунева, Михаил Карелин, Новоуральская вещательная компания.